В Чите проходят судебные слушания сразу по нескольким делам черных риэлторов. В одном случае группировка из нескольких человек не один год занималась криминальным квартирным бизнесом. В другом продавцы квартир под разными предлогами получали с покупателей деньги до регистрации сделки. О том, как и на какую наживку мошенников попадаются законопослушные продавцы и покупатели, расскажет Елена Комогорцева. Операции с жильем дешевыми не назовешь. Запах легких денег порой привлекает людей нечистых на руку. По словам специалистов, судебные следственные практики в Забайкальском крае участили случаи мошенничества на рынке недвижимости. Некая группа по предварительному сговору, договорившись между собой на завладение денежных средств, полученных от продажи квартиры, совершили ее продажу. Продажу совершили по поддельной доверенности. В результате потерпевшие, которые, конечно же, как и все граждане, желающие приобрести на выгодных условиях жилье и быстро, не обратили внимания на эти обстоятельства. Доверенность оформлялась совершенно в другом регионе, тогда как владелец по доверенности проживает в городе Чеке. В стремлении купить квартиру по дешевке потерпевшие выложили мошенникам деньги до регистрации сделки. И только потом выяснилось, что собственник квадратный метр продавать и не собирался. А вот другая история. Под прицел черных риэлторов попали престарелые одинокие люди. В составе организованной преступной группы изготовляли поддельные доверенности, поддельные договора купли-продажи. И потом подавали указанные фиктивные документы в орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Данная группа действовала так, что устанавливала лиц, от которых якобы потом продавались квартиры, именно таких, чтобы у них не было близких родственников, некому было волноваться за данное имущество, за данное лицо. С удивительной легкостью мошенники добывали анкетные данные стариков. От их имени получали необходимые справки. Легко находили и покупателей, которых мало интересовала чистота сделки. По словам специалистов, именно неразборчивость последних способствует деятельности махинаторов на рынке недвижимости. Елена Комогорцева, Олексу Каждый Денис Пузырев, Вести Чита.